Даниила и Ларисы 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 Но не о сыроварной сейчас речь. Если у вас нет такой штуки, то вы можете совершенно спокойно использовать две кастрюли, классическую водяную баню, в одну кастрюлю большую наливаете воды, ставите в нее меньшую и получается водяная баня. Так, чтобы только воды касалось дно, внутренней кастрюли меньше. Также нам понадобится вот такой вот термометр. Чем хорош этот термометр, его можно вот так вот закрепить на любой кастрюльке и постоянно контролировать. Понадобятся нам формы для сыра, понадобится марля, вот такая вот штука обязательно нужна для того, чтобы мешать сыр, ковшик для того, чтобы отбирать сыр. И лира. Мы используем лиру, купили ее тоже в магазине 413 Ком ЮА. На самом деле такую штуку можно либо изготовить самому где-нибудь заказать, из пищевой нержавеющей стали, чтобы сварили, либо если ее нету, не заморачиваться, можно использовать длинный нож. Этого будет достаточно. Мы будем готовить из 20 литров молока на 20 литров молока. Нам понадобится 1 чайная ложка тербофильной закваски сухой и 3 четвертых чайных ложки сухого сычужного фермента. Значит, что касается молока. Молоко у нас фермерское, вчерашнего удоя и на нем поднялись сливки. Мы будем снимать сливки. Это делать не обязательно. Почему мы снимаем? Ну, потому что мне жалко сливки пускать в сыр. Мы делаем из них масло и сметану. Кстати, о сметане тоже мы купили тут чудесный агрегат, такой тестомесилку и миксер в одном. Скоро будет обзор и видео по поводу того, как сделать масло. Я сказал о сметане, масло. Я имел в виду масло. Так вот, из-за того, что я очень люблю домашнюю сметанку и очень люблю домашнее масло, я вообще масло магазинное кушать сейчас уже не могу после того, как мы начали готовить самостоятельно, мы снимаем, друзья, сливки. Но будем их снимать не полностью. Для твердых сыров мы снимаем сливки полностью. Для этого сыра мы будем снимать не полностью. Часть сливок будем оставлять. Но, еще раз повторю, в принципе, это не обязательно. Если вы не заморачиваетесь со сметаной и с маслом, то сливки с этого сыра можно не снимать. Итак, друзья, приступим к первой процедуре. Как я уже говорил, первое, что нам надо сделать, это снять сливки. Снимаем мы их ложечкой. Вот таким вот образом. Надо, чтобы молочко ночь простояло, и все сливки поднимаются наверх. В таком случае, значительно удобнее ложечку выгнуть под 90 градусов. Вот если у кого-то есть ненужная ложечка, и... Можете нам ее подарить, я пошутил, конечно. Если у кого-то есть ненужная ложечка, и вам не жалко ее согнуть, то удобнее значительно сливать сливки, когда ложечка согнута под углом 90 градусов. Вот. Как я уже говорил, снимаем сливочки не полностью, а где-то... Вот мы снимаем 2 трети сливок, так, чтобы жирность осталась в сыре все-таки. Потому что если мы соберем все сливки, то этот сыр получится очень сухой. Естественно, когда вы готовите любой сыр и покупаете на него молоко, особенно фермерское молоко, то учтите, если вы будете сливать сливки и снимать... Я прошу прощения. И, как бы, допустим, хотите готовить из 10 литров молока, то учтите, что вам надо купить как минимум на пол-литра молока больше, или даже на литр, да. Потому что вы снимете сливки, и, естественно, продукта для сыроделия останется меньше. Сейчас Лариса снимет сливочки со всего молочка, и мы будем начинать нагревать его. Теперь, друзья, после того, как мы сняли сливки, нам надо процедить молочко через марлечку. Делается это для того, чтобы... Ну, у нас молоко не пастеризованное, и молоко фермерское. В процессе дойки могли попасть какие-нибудь туда соринки, соломинки, чтобы все это не попало в сыр. Мы процеживаем молочко через марлечку. Ну, таким вот образом. Просто и незатейливо. После того, как мы процедили молочко, начинаем его нагрев. Устанавливаем температуру 32 градуса, или же, если вы готовите в кастрюльке, то вставите на медленный огонь. Молоко нам надо довести до температуры 32 градуса. И потом эту температуру нам, естественно, надо будет поддерживать. Ставим термометр для того, чтобы можно было контролировать эту температуру в процессе. И накрываем все крышечкой. Наше молочко подогрелось до 32 градусов, и настало время внести закваску. Так как у нас сухая закваска, рассыпаем ее по поверхности молочка, и даем ей хотя бы минутку регидрироваться. Закваска у нас термофильная. И мы покупали, в принципе, ее дозированную в магазине закваскинком. Вот, один пакетик у нас рассчитан на 10 литров молока. Но если у вас не дозированная закваска, то тогда чайную ложку на 20 литров молока, то есть на 10 литров молока половинку чайной ложки. Даем закваске регидрироваться, и хорошенько ее перемешиваем. Регидрироваться она должна где-то минутку, чтобы она не взялась комками, а именно, чтобы она набрала влаги. Тщательно перемешиваем молочко и оставляем его на 60 минут, поддерживая температуру 32 градуса. Естественно, засекаем время. Прошел час, наше молочко заквасилось, и настало время внести фермент. Если у вас жидкий фермент, то вносите его жидкий. Если сухой фермент, то на 5 минут растворяете его в 50 граммах кипяченой холодной воды. Ну, комнатной температуры, не холодной. Вносим фермент. И теперь надо очень тщательно перемешать молоко. Причем не просто перемешать, а сверху вниз. То есть очень-очень хорошо. Ориентировочное время образования сгустка, ну вот как пишут в инструкции, я еще не знаю. У нас 60 минут. Мы сейчас будем проводить, определять точку начала формирования сгустка и применять мультипликатор, то есть временной коэффициент 3,5. От начала образования, мы засекаем время, как бы от внесения фермента, кстати, засеки, потому что у меня секундомер занят. Вот, засекаем время от начала внесения фермента до точки начала образования сгустка. После этого умножаем это время на 3,5, и это будет наше полное время образования сгустка. Сейчас мы вам покажем, как определить начальную точку. Прошло 17 минут, и молочко начало схватываться. Значит, для того, чтобы определить точку начала образования сгустка или точку флакуляции молока, мы кладем крышечку. И вначале эта крышечка совершенно спокойно крутится на поверхности молока. Как только крышечка начинает прилипать, покажи, пожалуйста, она прилипает и даже возвращается назад, значит, наступило начало образования сгустка или точка флакуляции. Теперь, используя мультипликатор или временной коэффициент. У нас прошло 17 минут. Мультипликатор у нас 3,5. Умножаем 17 на 3,5. Получается 59,5 минут, то есть 60 минут. Итого, поддерживаем температуру 32 градуса, накрываем крышечкой и держим его всего 60 минут от того момента, как мы внесли ферменты. После этого, друзья, проверим сгусток на чистое отделение и начнем его резать. Прошел час, и настало время резать сгусток. А, ну, в первую очередь, естественно, мы проверим его на чистое отделение. Итак, вижу, что чистое отделение есть, пока Лариса вытаскивала градусник. Но сейчас мы вам покажем. Разрезаем сгусток и разводим края. Если молочная масса, ну, сырный сгусток не прилипает к ножу и совершенно легко режется, и вот так вот, видите, очень хорошо отходит от стеночек, проступает светлая сыворотка, то сгусток можно резать. И в первую очередь, нам надо порезать сгусток по вертикали. На кубики где-то... По горизонтали пока не режем. Режем только по вертикали. На кубики где-то 1-1,5 см вдоль. Режем, друзья, его очень долго записывать. Это видео я сейчас расскажу. Режем вот так вот вдоль и режем поперек. Да, вот таким вот образом. И после этого оставляем сгусток. Ну, режь лучше вдоль, ты сейчас все нарушишь. После этого оставляем сгусток на 5 минут отдохнуть. Режется очень хорошо, очень плотный сгусток. Мне очень нравится, как отработали ферменты. Вообще просто супер. В общем, режем его в длину и в ширину. Или если круглая кастрюлька, то крест-накрест на вот такие вот полосы размером 1-1,5 см. И оставляем на 5 минут отдохнуть. При этом поддерживаем температуру 32 градуса. 5 минут отдохнуло наше зерно. И теперь надо его порезать по горизонтали. Мы используем лиру. Если у вас нету лиры, то просто длинным ножом... Ух ты, какая красота! Длинным ножом режем под наклоном. Плотненькое какое. В общем и целом, вот эти вот кубики должны у нас быть где-то 1,5 на 1,5 см. Ну, собственно говоря, как они и получаются. В принципе, есть такая информация, что чем меньше будет размер кубиков при нарезке, тем меньше будет влажность получившегося сыра. Теперь, друзья, после того, как мы его нарезали, вооружаемся шумовочкой и в течение 15 минут начинаем его перемешивать. Аккуратненько, не сильно дробля, поддерживаем температуру и вот так вот аккуратно, в течение 15 минут, не быстро, то есть успешить нам некуда, потихонечку просто перемешиваем, засекая, засекая время ловить. Ну, вам-то этому по часам. 15 минут, да? Да, 15 минут, перемешиваем его. Лариса помешала его 15 минут и теперь нам надо поднять температуру. Не быстро. Температуру нам надо поднять, чтобы она поднималась в течение где-то 15 минут. И поднимаем температуру до 37 градусов по Цельсию. Я сейчас накручу тут термостат. 35, 37. Устанавливаем термометр для того, чтобы можно было контролировать температуру. И вот так вот в процессе мешаем за 10-15 минут у нас должна подняться температура сырного зерна до 37 градусов по Цельсию. Пока Лариса мешает, друзья, я расскажу, что нам надо подготовить. Если вы готовите из 10 литров молока, то у вас сыворотки хватит только для засолки сыра. Если же вы готовите из 20 литров, как мы готовим, то у нас хватит. Мы будем и засолку делать, и плавление в сыворотке. Если вы готовите из 10 литров молока, тогда приготовьте кастрюльку, такую, чтобы туда поместилось 2 литра сыворотки. И надо приготовить рассол для засолки. Да, собственно говоря, вот я думаю, наверное, хватит и из 10 литров, наверное, хватит и на засолку, и на плавление. Давайте буду рассказывать, как правильно. Хотя, в принципе, можно и засолку делать в воде, но классический рецепт и засолка, и плавление делается именно в сыворотке. Итак, друзья, на 10 литров воды для приготовления рассола мы берем... Извиняюсь, когда мы делали из 10 литров молока, то для приготовления рассола нам надо 2 литра сыворотки, 500 грамм соли поваренной. Важно, чтобы соль была неедированной. Это очень важно, потому что йод убьет все бактерии, живущие в сыре, и как бы он... Ну, хотя тут сыр вызревания не требует, но все равно, в принципе, все сыроварение должно быть, как бы, соприкасаться с неедированной солью, с солью, скажем так. Итак, если вы варили из 10 литров молока, нам надо 2 литра сыворотки, 500 грамм соли и 30% хлористого кальция, половина столовой ложки. И половина столовой ложки обычного поваренного уксуса. Соответственно, из 20 литров молока все это умножаем на 2. Ну и сейчас мы будем отбирать сыворотку, приготовим 2 кастрюльки. Из 10 литров молока, если мы варим, отбираем в одну кастрюльку 2 литра сыворотки и во вторую кастрюльку 2 литра сыворотки. Соответственно, мы будем по 4 отбирать. 4 для засолки и 4 для плавления. Не знаю, что-то я много наговорил, по-моему, но все вроде правильно, да, сказал? Ну, для этого, для плавления я не думаю, что надо 4 литра, мы все равно будем порциями. Ну, у нас все равно останется, где-то 4 литра и останется. Да, будем смотреть. В общем, значит, как приготовить рассол. Вот мы отобрали на каждые 10 литров, из которых мы готовили молока, отобрали 2 литра сыворотки. Нагреваем эту сыворотку до температуры 80 градусов и растворяем 500 грамм соли. Потом нам надо охладить. Охладить этот раствор где-то до 15 градусов. Причем, ну, нам его надо охладить к тому моменту, как у нас будет готов сыр. То есть, где-то 2-2,5 часа еще у нас это все займет. Поэтому, можно охлаждать в холодильнике, наверное. Ну, или если холодное время года, то на улице. Ну, на улице сейчас достаточно так тепло, поэтому мы будем охлаждать в холодильнике. Еще раз повторю, из 20 литров молока, если мы готовим, 4 литра сыворотки, килограмм соли, 30% хлористый кальций, столовая ложка и уксус столовый, ну, обычный уксус, чайная ложка. Вот такой вот рассол будем готовить. Собственно говоря, Лариса, температура у нас же поднялась, как мы уже говорили. Лариса мешает уже 25 минут. И, друзья, теперь нам на 5 минут оставить его в покое, дать ему отдохнуть, чтобы зерно опустилось на дно кастрюли. После этого будем отбирать сыворотку. Зерно осело, и теперь отбираем сыворотку. Отбираем его, ее не полностью, естественно, то есть не отсаживаем, а до того момента, чтобы у нас зерно осталось покрыто сывороткой. То есть отбираем все сверху. После того, как мы слили сыворотку, нам надо, ну, надо одеть перчатки обязательно, потому что нам надо будет туда руками, так сказать, проникать. И, в первую очередь, шумовкой наша задача сейчас слепить все зерно как бы в сгуст, ну, как бы в такой, в блин, грубо говоря. При этом, друзья, мы поддерживаем температуру 37 градусов. Поддерживаем, все правильно у нас идет. Таким вот образом Лариса сейчас сначала его шумовочкой, а потом руками слепит в один блинчик. Пособирали все кусочки и теперь руками надо его слепить именно в блин. Нам его придется прессовать. Сыра достаточно много. Собственно говоря, весь этот процесс он очень похож на процесс щедеризации. Делается это для повышения кислотности сгустка. То есть мы прессуем сырный сгусток и он у нас будет так прессоваться больше часа, наверное. Мы будем время от времени проверять его на плавление. Тут такой момент, что этот сыр же нам же надо будет его плавить в горячей сыворотке. Так вот, главное не пропустить момент. Если у вас есть PH метр, то все достаточно просто. Вы его прессуете до такого состояния, пока сырная масса не будет иметь кислотность PH 5,4 PH 5,2 Важно, чтобы кислотность не упала ниже 4,9 потому что тогда, я так понимаю, ничего не получится. Ну вот, пишут в рецепте, что тогда сыр не расплавится. Ну, собственно говоря, рецепт, естественно, я размещу в описании видео, но сам первый раз это делал, ну, как бы мы с Ларисой сейчас первый раз это делаем, поэтому интересно, что получится. У нас PH метра нету, у нас есть только тест-полоски, но тест-полоски не покажут кислотность именно сырного сгустка, они могут показать кислотность только сыворотки. Поэтому мы будем определять, ну вот, будем рассчитывать, расчетное время час-полтора, мы будем рассчитывать на этот час-полтора, но где-то, наверное, через час-десять будем уже начинать проверять его на плавление. Теперь берем марлю, я ее буду держать. Друзья, мне придется немножко заслонить свет, я прошу прощения, но нам, давай в один слой, мы так не поместим. Но нам сыр надо поместить теперь в марлю. Вот, попробую его достать и сюда сложить. нам его надо прессовать будет прессовать в сыворотке. Вот, такой же процесс мы проходили, когда делали чеддер. Может, по кусочкам опускаю ниже. И как корабль в сухой док заводим его туда. Теперь достаем хорошенько. Ну, давай, ты уже сама, потому что я свет сильно заслоняю. Надо спрессовать, потом завязать и сверху положить досточку и на нее поставим еще трехлитровую банку с водичкой. Нам будет сейчас подготовить баночку, продезинфицировать ее. Важно, друзья, соблюдать стерильность в этом процессе. формировали мы сгусточек, а мышь его достать в марлечке, вот показать немножко. Вот такой вот у нас получился блин огромный. Слушай, там килограмма три, по-моему, да? Ну, больше двух. И, друзья, поддерживаем температуру 37 градусов, ложим на нее досточку. Важно, ну, не деревянную досточку, потому что там куча бактерий. Либо вот у нас каменные есть, либо пластиковые. И ставим сверху груз. Ну, в рецепте написано баночку с водой. Вот таким вот образом. И оставляем на час. Через час будем проверять наплавление. В это время из одной части сыворотки мы делаем рассол, как я уже говорил. А вторую часть сыворотки, которую мы будем использовать для плавления, нам надо, чтобы через час она уже имела температуру 90 градусов. То есть, нам надо будет ее где-то, ну, в зависимости от того, сколько она будет закипать. То есть, готовиться к тому, чтобы, когда нам надо будет начать плавление сыра, у нас уже была готова сыворотка для, горячая сыворотка для того, чтобы его расплавить. наш сырочек прессуется 1 час и 40 минут и проведем тест. Естественно, мы тесты проводили на плавкость и в процессе. То есть, ну, вот сейчас, я думаю, последний тест мы проводили 15 минут назад. Я думаю, сейчас уже будет все нормально. Для того, чтобы провести тест, нам надо подготовить в чашечке, как мы подготовили сыворотку, температура где-то 80-90 градусов. Отрываем кусочек сыра и помещаем в горячую воду на пару, ну, не на пару минут, хотя бы там на минутку. Сейчас полежит где-то минутку, он должен размягчиться. Достаем этот кусочек и начинаем его растягивать. Он у нас должен растянуться буквально очень-очень-очень сильно. То есть, он должен тянуться, ну, не знаю, даже не как тесто, как силикон какой-то. То есть, он должен вытягиваться в ниточку. Ну, для этого, естественно, он должен расплавиться. растягиваем его и наш сыр должен не рваться, он должен вытягиваться. Он рвется, значит, он еще не готов. Оставляем еще на 15 минут его прессоваться. Прошло еще 15 минут и проведем еще один тест. Точно так же достаем, отрываем кусочек сырочка из-под пресса. Большой не отрывай, чтобы он побыстрее отлавился. Где-то очень большой оторвал, и он долго плавился. Ложим его в горящую сыворотку температурой 80 градусов и ждем, пока он разогреется. Блин, как же он вкусно пахнет. И проверяем на растяжение. Сейчас он еще не прогрелся, надо еще подержать. Тянется, да? Быстрее плавится, по крайней мере. Я думаю, что уже все, потому что уже прошло два часа. Дело в том, что у нас же две головки, пока мы будем первую головку формировать, вторая же еще будет в этом. Проверяем. Отлично тянется. Все, Ларис, это идеально. Видите, друзья, вот так вот сыр вытягивается, он не рвется, вытягивается в ниточку. Итак, приступим о супер, то, что надо. теперь главное его не передержать. Достаем наш сырок, получился у нас вот такой блин, он прессовался, теперь нам его надо порезать и подготовить к плавлению. Какая красота получилась. Снимаем марлечку, снизу она прилипла, конечно, немножко, и сейчас будем его резать. вот такой вот у нас блинчик, условно разрезаем его на две части. Так это так, там же с одной стороны он толще, с другой тоньше. Одну часть пока откладываем в сторону, из нее у нас будет копченый сыр, по-моему, еще надо кусочек отрезать туда, к той части, чтобы он был примерно одинаковый. И теперь режем его на полоски толщиной сантиметра. шириной сантиметр. Толщина у нас это общая толщина сыра. И по длине режем на три части. Ну, чтобы они поменьше были, да, вот так вот их по длине режем. Не кубиками? Не, не, не кубиками, полосками. Ну, на три части режем. Думаю, вкусненький сырочек получится, друзья. Пахнет волшебно, поверьте. Я тут стою, слюнки пускаю на камере. Теперь выкладываем все это в мысочку, в которой мы его будем плавить. Так я ты выкладывай, а я туда заливу. И заливаем горячей сывороткой, которую мы приготовили. сыворотка у нас, напомню, температурой 90 градусов. Надо ловиться их разобрать, чтобы они не слипшиеся были, а каждый кусочек отдельно. ждем где-то минут пять, сыр начнет тянуться, пока он расплавится. Когда сырок немножко расплавился, надо начинать его вот так вот лопаточкой сминать, тесто, чтобы смять его в единый комочек. При этом у нас на готове должна быть горячая сыворотка. Сейчас она же остывает, сыр забирает тепло, и мы через некоторое время эту сыворотку сольем и зальем опять горячей. Я грею сейчас. Таким вот образом это сырное тесто. Я думаю, что руками будет проще ловить. А, горячее. Можешь попробовать. Я понял, спасибо. Пытаемся из этого сырного теста слепить сырную бабу. Вот оно очень хорошо лепится. Сейчас поменяем водичку. Ну, не водичку, а сыворотку на более горячую. Интересно, когда там делают из 100 литров молока или из 200, как этот процесс происходит. Но лепится очень хорошо. Он очень хорошо расплавился у нас. отлично получается. Блин, такого вкусного запаха ни одного сыра не было. Или голодный просто. Не, ну, пахнет действительно очень вкусно. Вот, смотри, какое оно красивое. Да, супер. Так что, поменяем водичку. Сейчас еще давай чуть-чуть, пока оно тепленькое. Сейчас еще пару раз позаворачиваем. Ты сольешь, а я сразу же налью туда горячее, а эту потом поставлю греться. Таким вот образом, друзья, лепим его. сыр приобретает, но он стал хуже уже и пицца, поэтому быстренько меняем сливарку. Сливаем охлажденную и заливаем горячую. Стараемся на сам сыр ее не лить. еще или хватит? Еще сыр сулугуни в том, что сегодня мы его засолим, а завтра он уже будет готов к употреблению в пищу. конечно, тот, который мы не будем коптить. Таким вот образом, друзья, его надо как бы разминать и складывать пополам, потому что сыр сулугуни он такой немножко слоистый, как слоеное тесто, скажем так. Тяжело лепится, да? Как очень крутое тесто. Может пора формировать уже сырную головку или нет? А сколько это надо делать? на протяжении где-то минут 15 хотя бы. Ну, тогда, друзья, Лариса будет его разминать. Я снимать все это не буду, а мы вернемся к вам, когда начнем формировать сырную головку. Пока вот мы его разминаем так. То есть 15 минут разминаем, да? Ну, так-то. А какой смысл в этой процедуре? Чтобы сформировать именно слоистую структуру, да? Чтобы сформировать слоистую структуру, чтобы расплавился и был в конечном итоге уже в результате мягким и слоеным полосочками тянулся. Оставляем Ларису за это не очень приятным горячим занятием, друзья. Лариса разминала сырное тесто около 15 минут. Оно очень хорошо расплавилось, оно очень мягенькое и можно приступать к формированию сырной головки. Из полостей теста надо выдавить всю пузыречки надуваются. Оно не остынет сейчас, пока не надо долить горячей воды. Горячая. Горячая, да? Таким вот образом. Ну что, будем закладывать форму? Да. Да, с ковриком давай. Так а ты руками вначале постарайся сделать из него кружочек такой подобный, потому что он же или он прессуется нормально? Он вслед форму должен принять. Но прессом он же не трясуется. Он вот так вот просто в форме руками хорошо перенаем. Аккуратно. Аккуратно. Сейчас на подогрев опять у нас идет. дай тарелочку, чтобы поставить в форму. Таким вот образом, друзья, мы сформировали головку сулугуни. оставляем ее остыть при комнатной температуре полчасика, потом на 2 часа в морозилку, но при этом каждые полчаса сыр надо переворачивать. Мы вам покажем, как мы его будем переворачивать и после этого приступим к засолке. Сейчас еще раз на камеру сформируем вторую головку. Точно такие же действия, как с первой головкой, проводим со второй. Вначале нарезаем. Вторую головку попробуем сделать немножко другим способом. Порежем ее на мелкие квадратики, чтобы быстрее плавилось. Я готовлю мыску с горячей сжаткой. И опускаем наш сырочек. Ой, какая вкуснота. Я украл у Ларисы кусочек. Сейчас еще один. Что-то такой долгий процесс с этим сулугунью, что я уже проголодался. Еще чашечку. ждем, пока он начнет плавиться. И точно так же лопаточкой начинаем его вымешивать. Как вымешивать вы уже видели. Собственно говоря, второй раз показывать не будем. Сейчас Лариса вымесит этот, мы его сформируем, а первый перевернем, друзья. замес второго теста подходит к концу. Видите, как оно тянется, друзья. Вот так его вытягиваем. То есть оно прогревается. Когда мы закинули кубики, они сразу так не тянутся. Мы их постепенно слепливаем, вот так постепенно прогреваем, и оно начинает хорошо тянуться. Я уже предвкушаю, какой у нас будет копченый сулугуни. Прям в метр Лариса вытягивает это сырное тесто. Еще помесим его немножко, сформируем вторую головку, а первую перевернем. Попробуем эту головку сформировать просто на досточке. Немножко по-разному мы экспериментируем сейчас. Мне кажется, она так очень быстро остынет на холодной досточке. Так оно уже все у нас готово просто сформируем и чтобы избавиться от лишней жидкости мне кажется так проще просто на досточке сделать потому что там пустоты сразу с водичек. Мы просто недолго будем делать. Формочка готова у нас для второго сыра формируем такую бомбочку по размеру формочки и туда его. Немножко разные у нас получились все-таки этот получился чуть поменьше или одинаковый. формируем вторую головочку. Тарелочку сейчас дам. Держи. А первую давай перевернем. Покажем как она у нас перевернется да и сами посмотрим. как он формируется класс и не залип особо да. Ну конечно эта форма не для мягкого сыра потому что мягкий сыр должен быть с округлыми краями вот видите какой там пузыречек с сывороткой получился. Реально пузырьки с сывороткой да. Лариса сыворотки практически нет. Но в любом случае в сулугуни же есть пустоты. Ну и потом мы его делаем первый раз вот таким вот образом. Итак друзья оставляем на полчаса остывать при комнатной температуре потом ставим на 2 часа в холодильник. Каждые полчаса переворачиваем наш сулугуни после этого мы покажем как мы его поместим в рассол ну и собственно говоря поместим в рассол дальше расскажу Ну что друзья наш сулугуни остыл первое что я хочу сделать это его взвесить мы готовили из 20 литров молока загнули тарелочку не так кнопочка погуляет тарелочку достанем наш сырочек из формы такая красота получилась чик 900 грамм это головка что интересно еще вторую взвесить наверное или не надо взвесить шаг можешь взять это но они примерно одинаковые они примерно одинаковые он так пахнет волшебно медом реально вот сыр пахнет медом честное слово сними сыр что тарелки разные тарелки ну тоже где-то 900 грамм тоже где-то 900 грамм вес примерно одинаковый и того из 20 литров молока с учетом того что мы сняли сливки у нас получилось 1800 грамм сыра теперь друзья нам его надо засолить значит солится сулугуни из расчета мы приготовили рассол как я уже рассказывал из сыворотки состав рассола я полностью как бы проговаривал но и в то же время состав рассола я обязательно оставлю в описании видео чтобы не надо было заморачиваться и записывать во время просмотра вот солим мы его из расчета 6 часов на полкилограмма сыра то есть ну 900 грамм грубо говоря будем там 11 часов солить помещаем наш сырок в рассол и друзья я думаю он плавает поэтому я думаю что каждые 3 часа мы его будем переворачивать ну ночью конечно каждые 3 часа не будем вот но перевернем перед сном перевернем утром в общем сейчас 9 часов вечера значит он у нас до 8 часов утра будет солиться в этом рассоле после этого в принципе сыр можно вытереть вот такой вот ну обсушить полотенцем положить в контейнер пластиковый герметичный и хранить в холодильнике то есть он уже готов к употреблению пищи пищу одну головку мы завтра продегустируем а вторую головку друзья я хочу закоптить об этом будет отдельное видео ну вот собственно говоря дождемся завтра я вам покажу разрез расскажу какой сулугуни получился на вкус ну вместе разрежем естественно с вами головку и посмотрим спокойной ночи друзья ну что ж друзья пролежал наш сырочек в рассоле ночь я его уже вынул в контейнер вот в таком контейнере его можно хранить ну как пахнет вообще шминки потекли вынул чтобы он обсох немножко чтобы не резать не резать мокрый реально медом пахнет честное слово удивительно так эту головку мы оставим для копчения как я уже говорил одну головку мы будем коптить на днях об этом я сниму отдельное видео будет называется копченый сулугуни вот одну головку сейчас попробую ну что друзья я разрезаю страшненько вдруг там что-то нехорошее тут все хорошее на срезе просто идеальнейший сулугуни пахнет это это просто нечто я такого сыра еще не нюхал можно сказать откуда этот медовый вкус ну медовый запах ну и попробуем его на вкус попробуем на вкус так он совершенно однородный получился то есть очень классная структура сейчас покажу ближе срез такой вот он на срезе и как бы имеет он как положено вот такую вот волокнистную структуру то есть разделяется на слои как видите ну и сейчас друзья попробуем ну что ну про запах я уже очень много говорил офигительно классический сулугуни единственное что немножко малосольный я наверное его еще часть на 12 отправлю в рассол очень вкусный я спожил не могу этот кусочек оставить в рассол я его уже не отправлю разве что одну головку причем вот такой эффект я уже где-то наблюдал краешки сыра хорошо просолились серединка не очень ну в общем и целом я думаю он полежит в контейнере и будет все отлично друзья как хранить этот сыр два варианта мы его можем хранить в таком герметичном контейнере ему нельзя пересыхать в холодильнике второй вариант мы можем разбавить этот рассол то есть один к трем грубо говоря взять один стакан рассола и три стакана чистой фильтрованной воды и вот таком слабом рассольчике чтобы он не солился но просто не пересыхал хранить этот сыр не зря сулугуни называется рассольным сыром о том как мы его закоптим как я уже сказал будет отдельное видео ну а собственно говоря сулугуни у нас получился очень классный друзья желаю вам чтобы у вас он тоже получился и очень надеюсь друзья что наше видео было для вас полезным подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы с Ларисой будем снимать для вас новое видео новое видео всего доброго пока пока